Перспективный кадровый резерв Брестского облсполкома – это молодые люди, чьи лидерские, организаторские и личностные качества уже отмечены в работе на конкурсах разных уровнях, а также их руководителями. Они – будущие управленцы Первого региона. В рамках семинара самые перспективные и самые перспективные молодежи продемонстрировали главе администрации президента Республики Беларусь Игорю Сергеенко свои научные разработки. Сегодня я представляю свой программный продукт. Приложение получается для генерации картины по номерам. Возможно, вы знаете, есть у некоторых хобби раскрашивать картины, которые изначально бесцветные, но в каждом сегменте в секторе стоят циферки, есть соответствующая палитра с цветами, и любой желающий, получается, раскрашивает картину по номерам. По принципу кластеризации методом К-средних это такой алгоритм, который выявляет наибольшее количество точек. В данном случае в картинке это точек одного цвета, группирует их и выделяет границу. После этого обесцвечивает и благодаря этому алгоритму находит центр сектора и выставляет туда название ячейки, номер ячейки в данном случае, к примеру, 1, и соответствующийся палитру, допустим, пусть будет 1, это красный цвет. И уже все красные сектора с цветом 1 будут закрашиваться красным цветом. Сегодня я представляю проект по системе оборотного водоснабжения, который был внедрён на нашей автомойке в Ковринказ. Для меня основные аспекты этого внедрения это, я выделю для себя три. Первый это финансовый аспект, второй это экологический, третий это общественное восприятие. Проекта в системе оборотного водоснабжения, который в нашей мойке установлено, это вторичное использование воды, которое будет в определенном числе и используется вторично для обмыва автомобилей. В перспективном кадровом резерве Брестского облсполкома 68 человек, 20 из них студенты учреждений высшего образования. На зависть Европе в кадровом вопросе практически достигли гендерного равенства. Практически 56% мужчины, порядка 47% женщины. В ходе семинара молодые люди воспользовались возможностью задать Игорю Сергеенко разнообразные острые вопросы о социальной поддержке, молодежной политике и закреплении молодых специалистов, работе педагогов, службе в армии и защите границ, развитии сферы высоких технологий. Я бы хотел отметить, что работа с перспективным кадровым резервом у нас в стране регламентирована соответствующими указами президента, работе с руководящими кадрами в системе органов государственного управления. В целом в резерв включено 1100 молодых людей в возрасте до 31 года. Возникает вопрос, каковы критерии отбора. На первоначальном этапе формирования резерва проводится отбор. В первую очередь это профессиональные достижения, компетенции, активная гражданская позиция, участие в общественно-политической жизни региона, страны, определенные лидерские, управленческие качества, участие в различных кодах творческих и профессиональных конкурсах. В целом в кадровом резерве состоит примерно 85% молодых специалистов и 15% студентов. В Брестской области работа построена достаточно интересно, ведется она активно, и студентов-старшекурсников здесь даже больше, чем в целом по республике. Это говорит о том, что в вузами уделяется повышенное внимание. Сегодня во время встречи я видел интересных молодых людей, которые и сами выступали, задавали вопросы, и практически всех вузов, и Бреста, и Пинска, и особенно Брановичского государственного университета. Обеспечение коммуникации между перспективным кадровым резервом и лицами, принимающими политико-управленческие решения, является обязательным условием повышения эффективности как государственной политики, так в принципе, в значительной степени обеспечивает в том числе условия для профессионального роста, для вот этого вектора развития молодых управленцев, преподавателей, в том числе и студенческого сообщества. Поэтому тот широкий спектр вопросов, который был затронут на встрече, который проходил в рамках такого достаточно интерактивного общения, ну, собственно, скажем так, является вот такой детерминатой дальнейшего профессионального роста развития участников семинара. Поговорили молодые люди, перспективные кадры и о приближающемся Дне народного единства. В этом году белорусы будут его отмечать лишь в третий раз. И тем не менее, праздник уже успел завоевать сердца настоящих патриотов и мотивировать граждан нашей страны к сохранению правдивой исторической памяти. Я бы хотел отметить, что в целом, вот особенно, наверное, в этом году, в стране проводится активная работа по пропаганде именно тех исторических событий 1939 года, воссоединения Западной и Восточной Белоруссии, которые легли в основу именно вот объявления этого праздника, праздника Дня народного единства. В этом году мы отмечаем третий раз. Чем отмечаем? Конкретными делами, конкретными объектами, объектами социальной сферы, новыми дорогами. Мы отмечаем конкретными мероприятиями, автопробегами, патриотическими акциями, рассказываем в различных аудиториях о значимости этого праздника, о том времени. Это нужно говорить, нужно доносить, нужно сказать, чтобы было понимание, что это за праздник и вообще для чего он есть. И он вышел уже значительно шире и дальше, чем праздник, который предсотворяющий именно 1939 год. Потому что благодаря единству мы сегодня можем и гордиться тем и создавать то, что у нас сегодня в стране есть. И сегодня на конкретных примерах, и в частности работе организаций, в которой мы находимся, в Рестоплгаз, было рассказано о том, что делается в целом для населения страны, какие ощутимые сдвиги происходят за последние 25-30 лет. О том, какие праздничные мероприятия в рамках Дня народного единства уже прошли в городе над Богом, смотрите завтра в нашем традиционном итоговом выпуске. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.